Есть еще одна важная тема, известно, что был обворован самолет президента Путина, так называемый... Это какой-то самолет-штаб, что-то такое очень серьезное. Ты сделала изумительно точный жест руками, это самолет-штаб, да, это так называемый самолет судного дня, и он обворован. Ну, у кого-то при словах «судный день»... Ну, как-то сразу смотришь в сторону Израиля, судного дня там. Да нет, вот у кого-то ассоциация с президентом, с секретами, а в России, конечно, первая ассоциация должна быть с больничным судном, да. И судный день сейчас во многих больницах, это тот день, когда, наконец, умер сосед по палате, и его судно передают другому больному. Это особый судный счастливый день, потому что, как выяснилось, в ковидных больницах, и это тоже является дефицитом. Потому что эти подлые стекловары, они тю-тю, они все сделали в сторону Китая вместе с секретными технологиями изготовления вот этих вот больничных суден. И в связи с этим, вот ты видишь, у нас получается такая, конечно, оптимистическая картина. Чрезвычайно. Но мы понимаем, что в основе этой картины лежит абсолютно непреложный факт, что путинизм, конечно, проиграл страну. Но это не значит, что страну выиграла оппозиция. И в этой страшной битве высоких драматических идеологий, схватке патриотизма и либерализма победит ТикТок. И это уже абсолютно точно. Побегит жопизм, пофигизм, примитивизм, сисястость, губастость и умение трясти задницей. Вот тот стрим, который был скандалом и о котором я рассказывал у себя в программе «Наповал», выходящей по воскресеньям на канале Невзоров ТВ на Ютубе. Вот тот позорный стрим, во время которого погибла беременная девушка, он показал реальное соотношение сил, реальное настроение так называемой молодежи, которым абсолютно пофигу и либерализм, и патриотизм. А вот это вот чисто примитивное, обычное, непобедимое ублюдство, очень уверенное в себе, не собирающееся ни за что и ни с кем бороться, потому что оно знает, что оно непобедимое и непререкаемое. И оно может засосать все. Это вот ТикТок, да, он очень милый. Но вот не случайно, кстати говоря, даже русские светские героини такие вот, которые долгое время играли в утонченность, они все бросили к чертовой матери. Перестали корчить интеллектуалок и поняли, что из них, как из Бендера, не получится миллионера. И ушли в ТикТок. Вот Собчак, например, ушла в ТикТок. Я даже посмотрел, как она показывает скоростное виление задом. Она, конечно, удивительная девушка. Она умеет с кепкой посидеть на паперте всех церквей, везде сделать контрольный сбор милостыни этого хайпа. Слушайте, ну это талант, Александр Ильич, согласитесь. Это талант. Вот она не понимает только одну вещь. Вы просто завидуете. Нет, нет, я просто знаю один секрет. Вот большие состояния, они не сколачиваются из пятикопеечных сборов в кепку. Эту мелочь невозможно конвертировать ни во что крупное. Она навсегда останется мелочью неконвертируемой. Кстати говоря, вот тут пока я смотрел, я выяснил, что оказывается катафалки для похорон это не какое-то блистательное изобретение, что Николай Френер еще в 2007 году оказывается сдавал свои катафалки в Париже под разные забавы. Он основоположен к использованию катафалка под приезд всяких там бракосочетанцев. Да, значит, мы поговорили про эти русские медики, которые не конвертируются. Но мы еще должны поговорить... Может быть, это для души. Простите, Александр Глебович, когда у тебя тут крабы, тут ресторан, тут еще что-нибудь, то можно и в ТикТоке что-нибудь замутить. Почему нет? Может быть, может быть. Но мы не говорим, что от того, что есть ТикТок, закончилась политическая борьба. Нет, мы видим, например, подвиги Соловья в Петербурге, который до сих пор, по-моему, разлагает. Питерскую милицию успешно. И 10 суток дали. Да, 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 да. Мы видим вообще очень много событий.